Стилю нельзя научиться. Вкус либо есть, либо нет. У меня не было вкуса, мне кажется. Для того, чтобы выглядеть стильно, нужно много денег. Дело не в деньгах, дело в знаниях. Черный странит, белый полнит. Правда? Мы часто выбираем размер одежды неверно. Вот если я влезла в него, вроде как это мой размер. Боже мой, я вот так в этом выгляжу. У многих женщин зеркал нет в полный рост дома. Все красивые, а я нет. Всем повезло, а мне нет. Женщины после определенного возраста у нас себе ставят еще больше ограничений. После 30 нельзя мини, после 40 нельзя худи, после 50 так вообще. Есть такая тенденция у женщин, что перед Новым годом они покупают нечто, что они надевают только один раз. Я вот собрала образы, которые, в принципе, может реализовать каждая женщина. Это можно сделать прямо здесь, сейчас. Никогда похудеют, никогда заработают. А здесь, сейчас. Добрый день. У нас сегодня новый выпуск «Самопознание». И, как говорила в фильме «Москва слезам не верит» моя мама Вера Алентова в роли Катерины Тихомировой. Если у мужчин есть свои дела, они спокойно могут заняться ими. Наша продукция больше адресована женщинам. Тут, конечно, на вкус, на цвет товарищей нет. Может быть, и мужчинам посмотрят этот выпуск. Но сегодня у нас в гостях специалист по вопросам, если в шкафу много вещей, надеть все равно от нечего. Елена Червова, стилистка, блогер. Давайте начнем с того, что у вас блог, и у вас огромное количество подписчиц. Как вы сами думаете, почему так организовалось? Почему у вас такие невероятные просмотры? Спасибо большое за приглашение. На самом деле, мне кажется, у меня достаточно большая армия аудитории, которая считала мое желание показать и доказать всем, что не нужно худеть, не нужно кучу денег для того, чтобы выглядеть классно. Это можно сделать прямо здесь, сейчас. В данный момент времени никогда похудею, никогда заработаю, никогда что-то там случится со мной. А здесь, сейчас. Я, собственно, произошло это со мной, я стала наслаждаться жизнью, и я транслирую эту миру, и мне кажется, именно поэтому это привлекает внимание. А как родилась концепция и название «Раздетый стилист»? Когда я только начинала быть стилистом, я решила об этом рассказать в своих соцсетях. Через три месяца после того, как я выучилась на стилиста, я сняла первый выпуск «Раздетого стилиста», как потом оказалось. И в какой-то момент я стала это снимать регулярно, и произошла вот эта вот история. Все говорят, о, стилист раздевается. Обычно стилист одевается, но стилист раздевается. И я такая, будет моей фишкой. Ну, люди привыкли к этому, и, собственно, ассоциируют меня вот только с раздетым стилистом. Но иногда меня называют «голый стилист», это немножко не про то. Потому что все-таки «голый стилист» – это стилист в неглиже, а «Раздетый стилист» – это история про то, что я раздеваюсь, чтобы вам было что надеть. Но я должна сказать, что вот поскольку я в какой-то момент стала вашей аудиторией, на меня произвело впечатление именно то обстоятельство, что вы такая смелая, и вы демонстрируете свои собственные, так сказать, несовершенства, стоите себе в трусах в лифчике или там в каком-то боди, и на наших глазах действительно превращаетесь в очень такую элегантную женщину, скрывая свои какие-то недостатки возможные, или просто там не акцентируя на них внимание. Вам не было страшно, что я сейчас такая в трусах в лифчике, меня увидят и скажут, фу, какой она стилист, она такая толстенная? Это история про то, что часто стилисты, ассоциация у людей, кто такой стилист, это стройная девушка модельной внешности, высокая, 42-го размера, и на ней все сидит классно, поэтому она стильная. И когда я снимала вот эти передевашки, так делали девушки стройные. Ну, то есть им можно было себя показывать, потому что это красиво, это эстетично. Я такая, а я пойду против правил. А почему бы и нет? И я считаю, ну, действительно, я надеюсь, что это так, что многим женщинам это дало вот это ощущение, что не хочу прятаться в домике своем, не хочу ждать, когда похудею, хочу быть красивой здесь и сейчас. Потому что жизнь проходит мимо, это похудение, оно растягивается у многих на всю жизнь, и вот этот момент не настает. Конечно, сначала было странно, и сначала нам не было чуть больше одежды, я надевала такое боди, ну, закрывала, подтягивала чуть-чуть живот, а потом думаю, ну, а что подтягивать? А что подтягивать? Женщин модельной внешности, мне кажется, с модельной фигурой намного меньше. Тут обычно, когда приезжаешь на... Все к лету готовятся, мы все знаем, эти весенние похудения, вот это, значит, подбор купальников, чтобы выехать, наконец, на юга. Дальше ты приезжаешь на эти юга, смотришь вокруг себя и понимаешь, что вот этих вот идеальных, их приблизительно один процент, а все остальные нормальные, с животами, с бедрами, с каким-то целлюлитом, и мужчина не так, чтобы все с кубиками. Конечно. И вот у меня всегда вопрос, почему 99% женщин переживают себя, корят и хотят быть одним процентом, если нас, большинство нормальных женщин с животом, с боками, с бедрами, с руками. Для многих, знаете, мне кажется, эта история про то, что вот когда у нас появляется какой-то лишний вес, это типа не я. Нет, хочешь похудеть – худей, но как бы это не значит, что... А вот эти дни мы зачеркнули черными крестиками, пока я не похудела до идеального веса. Как в вашей жизни произошла этот перелом, эта встреча со стилем, когда вы вдруг это обнаружили себе? Потому что, как я понимаю, вы были когда-то простым бухгалтером. Была, я простым бухгалтером. Три года отработала, мне, в принципе, это охватило. Я ничего против не имею бухгалтеров, ну просто это не моя история. Но я долго работала визажистом. Семь лет я была визажистом, у меня была своя студия. И вот преображать женщин мне нравилось давно. Но когда я переехала в Москву, это было шесть лет назад, я познакомилась со стилистом, которая почему-то, я не знаю до сих пор почему, решила бесплатно со мной провести шоппинг. Почему бесплатно? У меня не было тогда денег и переехала абсолютно вообще с нулём. Она говорит, хочешь, пойдём? Я говорю, конечно, хочу. А для меня стилисты – это были люди, которые работают на ТВ, со звёздами. Где я там простая девочка и стилист? Это вообще какие-то неблизкие понятия. И вот мы пошли в магазин, и она собрала для меня несколько образов. И я такая думаю, это же обычный магазин, в который я ходила, в который я хочу одеваться. И там можно собрать такие вещи для себя, чтобы выглядеть совершенно по-другому. Я там отобрала себе какие-то образы, в течение месяца их выкупала, эти вещи чуть-чуть. Вот насколько важно, чтобы люди, профессионалы, горели своим делом, что можно вот так вот заразить. Вот она меня заразила действительно. И думаю, блин, я буду сама изучать. И всё. И стала изучать. Сначала в интернете бесплатные какие-то материалы смотрела, потом пошла учиться. Потом я через год перестала быть визажистом и отдалась, собственно, полностью этой профессии. Давайте начнём постепенно разбирать, как бы у нас близится Новый год, и все мы сейчас пойдём по магазинам выбирать подарки не только, но и выбирать подарки себе и думать над своими образами новогодними. Постепенно будем двигаться к этой нашей цели и будем разбираться в том, какие у нас есть мифы о том, что такое стиль и мифы о том, что должно быть в гардеробе, чего не должно быть в гардеробе. Первое. Миф, который, я думаю, которым одержимы многие женщины, что развеем или подтвердим, что для того, чтобы выглядеть стильно, нужно много денег? Это, да, кстати, самое частое возражение о том, что я не буду стильно одеваться, потому что у меня нет денег. Но на самом деле дело не в деньгах, дело в знаниях. Если ты знаешь, какую вещь тебе купить, допустим, как правильно выбрать рубашку, чтобы она и с джинсами, и с брюками, и с юбками, и летом, и зимой работала, это же надо потратить время, подумать, выбрать не просто так. А найти эту рубашку можно абсолютно в любом бренде. Потому что многие думают, вот если ты покупаешь люкс, значит, ты априори стильная. По факту нет. Если ты заходишь даже в люксовый какой-то бренд, там много неактуальных моделей. Почему они там? Потому что их покупают. Дорогие вещи – это не равно стильные вещи. Они часто бывают и выглядят плохо, и несовременные, и крой какой-то странный. А придешь в какой-то обычный магазин, прям недорогой, можно найти какой-то эксклюзив, который будешь носить. Поэтому здесь первостепенно, конечно, знание, первостепенно понимание, что тебе нужно, чего тебе выбирать и по каким принципам это делать. Собственно, поэтому я сконцентрировалась на обучении, потому что я помогаю девушкам найти те самые вещи в любых магазинах. Неважно, где ты живешь, хоть ты в деревне живешь, ты, можно сказать, на маркетплейсах, хоть ты в столице можешь пойти в самый роскошный магазин. Можно найти, если знать, что искать. Второй миф – можно выглядеть красиво, но это если у тебя есть время на это, желание и так далее, но на самом деле это ни на что не влияет. А если не хочешь, ну, ходи обычно, и тоже как бы нормальная жизнь твоя от этого не пострадает. И вообще для чего это нужно? Ну да, эта история тоже многие думают о том, что стиль – это вот что-то для звёзд. Вот им надо, потому что они там… На красных дорожках. На красных дорожках, на ТВ, на Ютубе. А мне-то чего? Зачем? Я мамочка простая. Но мы одежду надеваем на себя в любом случае каждый день. От того, какую одежду ты надеваешь, зависит твоё состояние. Либо ты… Вот знаете, бывает такое, что ты приходишь в магазин, ну, или там дома достаёшь платье какое-нибудь, ты надеваешь её, и такая прям аж блеск в глазах, мурашки. И вот это вот ощущение, когда вот у тебя блеск в глазах и вот эти мурашки, это можно испытывать каждый день, потому что ты будешь выбирать на себя, надевать на себя ту одежду, которая тебе даёт это ощущение. От этого ощущения появляется уверенность. Но уверенность – это вообще же история про все сферы жизни. На работе помогает, там, заявить о себе, в отношениях помогает. Ну, казалось бы, одежда – это там про тренды, про шмоточки, про что-то такое очень поверхностное. На самом деле нет, потому что ты либо чувствуешь себя уверенно, либо ты чувствуешь себя не очень. Зачем носить такую одежду, которая вот не даёт это ощущение комфорта, не даёт это ощущение, что ты самая классная? А ты самая классная. Просто по праву рождения. И только ты решаешь, чувствовать это или нет. Или загнать себя вот в этот угол, потому что, ну вот, все красивые, а я нет. Все красивые, всем повезло, а мне нет. Я вот буду серенькой мышью. Я не хочу так. Я хочу, чтобы больше женщин чувствовали себя красивой, уверенной. Мне кажется, тогда вот какая-то доброта, что ли, по миру распространяется. Потому что почему, там, не знаю, приходишь в магазин, а там орут две женщины друг на друга? Ну, потому что вот они не чувствуют себя классно, не чувствуют себя уверенно. Они обижены чем-то, обижены в первую очередь на себя. Они не смотрят в зеркало. Знаете, у многих женщин зеркала нет в полный рост дома. Ну, правда. Ну, вот есть вот какая-то история. Ну, да-да-да, умыться, зуб почистить. Умыться, да. Потому что не готовы видеть себя каждый день. Я за то, что надо купить зеркало в полный рост. Надо смотреть на себя. Надо любоваться собой. Надо покупать одежду, потому что мы все равно все всегда покупаем одежду какую-никакую. Зима настала, купили, там, не знаю, куртку, пуховик. Лет настало, купили какие-то шортики. Ну, не покупайте вы бездумно. Не покупайте вы просто, просто какую-то вещь для того, чтобы прикрыть свою наготу. Покупайте ту вещь, которая будет чувствовать себя классно. Еще одно предубеждение. Стилю нельзя научиться. Вкус либо есть, либо нет. У меня не было вкуса, мне кажется. И не было стиля до того, как я начала работать стилистом. Ну, то есть я вообще не уделяла этому внимания. И просто подбирала какие-то вещи. Просто юбку, просто с кофтой. А почему так было? Вот, кстати, теперь-то вы можете обернуться назад и понять? Ну, я вообще не понимала, что это что-то значимое. Ну, то есть я думала, что надо быть умной, уметь бухгалтерский отчет составлять. А то, как... Ну, одежда и одежда, ну, чего оно, как бы все. Но в какой-то момент я поняла, что вот я смотрю на какую-то девушку, мне нравится, как она выглядит. Я пытаюсь повторить, и она мне это смотрится как-то нелепо, как-то странно. Я какая-то страшненькая, толстенькая в этом. Ну, наверное, ей повезло, а мне нет. Я считала так. Но потом, когда я начала в этом разбираться, поняла, что есть... Многие думают, что в стиле есть правила какие-то. Это можно носить, это нельзя. Я за то, что вообще правил нет, есть рекомендация, используя которую ты можешь просто чуть-чуть по-другому себя надеть. На себя надеть какую-то вещь и чуть-чуть по-другому себя чувствовать. И я начала разбираться вот в этих схемах и поняла, что не так-то всё и сложно. Вкус, конечно же, это классная история. То есть бывают девушки, мужчины, женщины, которые не знают этих вот принципов, но как-то на интуитивном уровне бац-бац-бац, и всё в неё складывается. Вот если у вас такого нет, этому возможно учиться. Просто схемы изучите и просто пробуйте, экспериментируйте. Что включают в себя эти схемы? Ну, допустим, что с чем сочетать можно? Ты берёшь рубашку, с чем ты её можешь сочетать? Сразу на ум приходит, ну, рубашку с юбкой, допустим, классические какие-то варианты. Или рубашку с брюками. Ну, по сути, рубашка – это вообще функциональная вещь, которую, допустим, можно надеть поверх топа бельевого. Можно завязать на платье, платье-комбинацию. Можно надеть под жакет, можно надеть под джемпер, который с вортом. Разные варианты. То есть есть вот такие схемы, и это же не значит, что какую-то определённую рубашку можно надеть с какими-то определёнными брюками. Нет. Любую абсолютно рубашку, классно подобранную, ты возьмёшь, и она будет сочетаться абсолютно со всеми вещами. Сейчас оторвусь от мива, хочу уточнить. Есть у вас ощущение, что у нас женщины и мужчины, тем более, боятся цвета? Есть ощущение, что женщины и мужчины тоже боятся быть заметными. А цвет – это, естественно, самый такой явный признак того, что привлекают к себе внимание. Поэтому, да, конечно, чаще всего, если ты выйдешь на улицу, посмотришь на серую массу людей, она действительно серая, к сожалению. Да. К сожалению, да. Почему так? Женщины боятся привлекать к себе внимание, потому что внимание – это ответственность. Когда ты привлекаешь к себе внимание, ты должна чувствовать себя уверенно. Только так ты можешь выдержать, не знаю, какие-то косые взгляды, нападки, шипштунчики вот эти вот за спиной. Как ты можешь себя чувствовать уверенно, только когда ты действительно уверена в том, что ты хорошо выглядишь. Именно поэтому я говорю, что, пожалуйста, изучайте стиль, потому что это дает уверенность в себе, это дает стержень. И мужчины, наверное, тем более так же, да, в эту сторону думают. Да, для мужчин одеться как-то неординарно, так это же вообще… У тебя сразу ассоциация, что ты какой-то не такой, а что пацаны подумают. Ну, как бы, это вообще история. Но на самом деле, когда ты одеваешься ярко, ты привлекаешь внимание. Если ты, допустим, хочешь привлечь внимание к себе как личности, к своей работе. Был у меня один клиент, мужчина. Он достаточно хорошо зарабатывает, но выглядело так вот серенько немножко. И он говорит, я хочу быть в тусовке, я хочу, чтобы меня воспринимали таким креативным, ярким. Ну, и мы его переодели. И он… Мы покрасили волосы ему. Ого! То есть он решился там. Он тростил немножечко бороду, стал таким брутальным. И действительно пошли классные изменения. Он стал проводить большие эвенты. Ну, короче, это можно сделать и с мужчинами, и с женщинами. Главное, какой есть запрос. Не всем нужно, не всем нужно… Ну да, но если ты внутренне готов и хочешь, то вот это визуальное изменение, оно на самом деле очень много значит. Сто процентов. Потому что встречают по одежке. Сто процентов, да. Просто никуда не деться. Первое впечатление можно изменить, но для этого нужно будет прикладывать очень много усилий. Лен, я-то хотела бы у вас ещё получить одну экспертизу по вопросу хейта. Потому что я думаю, что вы специалист. Когда вы начали эти ваши переодевания, я просто уверена, что на вас нападали, потому что это, конечно… Ну, у меня это вызывает восхищение, такая смелость. Но я думаю, что есть огромное количество ваших комментаторов, которых это вызывало не восхищение, а просто радостное потирание рук, что давай сейчас мы её задолбаем по всем вопросам. Куда ты со своим животом, ногами? И вообще какая-то стилистика с чего-то решила? На самом деле до сих пор получаете сообщения в разных соцсетях. Иногда так читаешь, думаешь, когда хочется развлечиться, я так сажусь. Ну, погнали. Я прошла все стадии. Сначала меня, конечно, это очень сильно задевало, потому что… Ну, в смысле, как я живу… Знаете, я ещё только уточню, почему я задаю этот вопрос. Потому что мне кажется, что вот если кто-то сейчас из тех, кто нас смотрит, захочет, например, купить что-то яркое и таким образом привлечь к себе внимание, как справляться с хейтом вот в этой плоскости, это как раз исследование Лены. Да. Пожалуйста, не бойтесь, потому что многие боятся и не делают это, потому что вот будут хейт, будут говорить. Я сначала очень сильно переживала. Меня это очень сильно демотивировало, но потом я думаю, нет, я буду продолжать. Потом у меня была стадия резкого такого ответа, и я очень грубо отвечала, ну, отрезала. То есть я должна выдержать свои личные границы, хочу вот оградиться. Сейчас меня, в принципе, уже не цепляет. Иногда бывают какие-то редкие случаи. Почему цепляет хейт чаще всего? Потому что ты себя чувствуешь неуверенно, ты не до конца уверена в том, что ты делаешь. Я сейчас до конца уверена в том, что я делаю. Меня очень сильно, мне очень сильно помогли слова мужа. Вот прочитаю у тебя комментарии, ну, там, допустим, 100 штук. Из них, ну, даже если 50 хейтерских, то 50 классных, поддерживающих, где женщины пишут, вы такая смелая, спасибо большое. Ну, то есть, но я реагирую на эти 50 плохих. Почему? Если есть 50 хороших, а на самом деле их обычно больше. Ну, да. Может быть, там, не знаю, 10 комментариев, из них 9 классных, один какой-нибудь отвратительный, и ты начинаешь зацикливаться на нём. То есть, если есть люди, которые захотят сейчас рискнуть купить какую-то яркую вещь себе, надо сориентироваться на комментарии тех людей, может быть, не в соцсетях, а просто, которые будут тебя поддерживать и хвалить, потому что... Тут очень важно, что вот мы на самом деле не умеем делать комплименты. Это тоже. И я вот учу себя и стараюсь своим близким тоже донести, что лишний раз сказать тёплое слово, это действительно очень дорогого стоит. Хотя бы в окружении, ты, не знаю, зашла в какое-то помещение, сказать доброе слово, сказать комплимент близкому человеку или даже не близкому человеку всегда будет приятно, потому что это лучше, чем вот сказать, что вырядилась. Вот что вот этот вот комментарий даст, кроме того, что я пытаюсь за счёт этого себя превознести. Поэтому давайте будем добрее, давайте будем делать комплименты, давайте приучать себя это делать, потому что мы действительно не учимся этому и стараться замечать всё-таки хорошее, неплохое, потому что на чём фокус, то в нашей жизни происходит. Давайте коснёмся такого понятия, как базовый гардероб. Базовый гардероб – это подбор универсальной одежды, которая сочетается между собой и которую мы можем надеть в большинстве своих жизненных ситуаций. Мы можем его перечислить, что это или нет? Мы можем перечислить такой вот обобщённый набор, но у каждого базовый гардероб свой, потому что кто-то ведущая, а кто-то мамочка в декрете. И, естественно, у вас, у этих двух женщин, будет разный гардероб. Конечно же, есть определённый набор вещей, допустим, синие джинсы. Синие джинсы классные, из плотного денима, из стопроцентного хлопка, на высокой или средней посадке в длине 7-8-х, это универсальная история, которую можно и летом надеть с футболками каким-то, и зимой надеть с каким-то уютным свитером, и осенью, и весной. И можно надеть на работу, если, допустим, бывает в многих офисах пятница в джинсах, называется, без строгого дресс-кода. И на какую-то вечеринку, если добавить эффектных аксессуаров. И на свидание можно пойти, если добавить какой-нибудь элегантный топ. Ну, короче, базовая вещь, потому что в разные ситуации, применимо. Применимо, да. Это может быть белая футболка, это может быть рубашка, не обязательно белая, это может быть голубая, молочная какая-то, розовая и так далее. Обычно такие рубашки достаточно свободного кроешь, потому что именно свободный крой позволяет нам носить её на выпуск, на впуск, как я говорю, то есть заправить внутрь, завязать сверху, многослойность какую-то сделать, чёрные брюки, коричневые брюки, жакет какой-то, базовый. То есть база – это то, вот мы объясним, то, что многофункционально и, что называется, зимой и летом, осенью и весной, и просто как бы рядом с которым любой акцент прозвучит. Верно? Конечно, да. Вот если ты покупаешь какую-то себе суперсложную кофточку, приходишь домой, не знаешь, чем надеть, с чем её носить, надеваешь её с каким-то любым базовым низом, с юбкой, с джинсами, с брюками, и она 100% работает. Поэтому базовый гардероб – это фундамент. То есть если мы, в принципе, задумываемся о том, что я вот хочу стиль свой поменять, с чего начать? Начать, конечно же, с базового гардероба, потому что очень редкое количество женщин готовы выкинуть всё, что у нас есть, накоплено годами, и заново закупить всё новое. Потому что это же большой объём работы, и не только в финансовом плане, но и в эмоциональном, потому что сколько нужно потратить времени на шопинг, чтобы закупить новый гардероб? Очень много, не один день. Поэтому мы ограничиваемся часто небольшим количеством вещей, и это небольшое количество вещей должно делать так, чтобы друг с другом всё сочеталось. Поэтому база здесь приходит на помощь. Давайте коснёмся тогда, вот что должно быть в базе у женщин с неидеальной фигурой, у которых есть бёдра и животик. Ну, так как я тоже женщина, у которой есть бёдра и животик, поэтому могу сказать на своём примере. Что у нас корректирует нюансы? Допустим, джинсы на высокой посадке. Мы снова возвращаемся к джинсам, потому что джинсы носят 99% женщин, они есть практически у всех, но чаще всего они не очень хорошие. Это обычно джинсы скини, резиночка такая, которая растягивается, которую ты на животик на свой натягиваешь, потом садишься, животик вот так вот вываливается, и ты как будто в колготках сидишь. А вот есть джинсы классные из 100% хлопка на высокой или средней посадке, которые ты так бы села, чуть-чуть так вдохнула, у тебя подтянулось, и ты вот осаночку держишь, и всё хорошо. Живот здорово подтягивается классными брюками, которые из плотной ткани. Живот корректируется свободным силуэтом. Но я сейчас не про балахоны, потому что многие девушки, у них крайность. Либо надевают что-то обтягивающее очень сильно, не по размеру, либо надевают балахоны. Балахоны тоже не очень хорошо, когда вот что-то такое безразмерное, скрывающее вообще всю фигуру. Важно брать свободный силуэт, то есть брать хорошие размеры. Ну, допустим, мы берём платье. Платье комбинации или платье прямого силуэта, и вот выберите... Платье комбинации. Да, очень красиво. Прямо смотрю, улюбуюсь. У вас выглядит очень благородно, да. Платье комбинации возьмите на один, на два размера побольше, потому что мы часто выбираем размер одежды неверно. Вот если я влезла в него, вроде как это мой размер. Но если ты возьмёшь на размер побольше, он будет струиться по твоему телу, не будет облегать никакие нюансы, бёдра, живот, бока, и будет смотреться намного лучше. Не бойтесь брать больший размер. Поэтому что должно быть в гардеробе? Одежда по размеру, одежда с плотной тканью, с высокой посадкой, и одежда, которая струится по телу, тогда ничего не будет заметно. И платье комбинации можно тоже сочетать, бог знает с чем, и со свитерами, и с пиджаками, и так далее. Это тоже одна из, мне кажется, больших ошибок, которые женщины совершаются, когда они поправляются. Им кажется, что чем более плотная одежда, поменьше, тем они будут лучше выглядеть, чем если они возьмут побольше. А уж оверсайз, им кажется, что они, который сейчас так моден, кажется, что вообще не стоит покупать то, что, да, я вообще буду безразмерной. Что вы скажете по этому поводу? А тут, на самом деле, ну, есть такая история, это 100%, я сталкиваюсь с этим каждый день, с этими возражениями. Но в чем плюс свободного силуэта, в чем плюс больших размеров и оверсайза в том, что когда ты надеваешь вот эту большую одежду, ты в ней, наоборот, кажешься меньше. Вот вспомните себя, когда вы похудели, и на вас там, не знаю, какая-нибудь рубашка, которая вам велика стала, большая рубашка, наоборот подчеркивает, что я схуднула. И вот больший размер, свободный крой и оверсайз, оно делает такое же ощущение, только мы сознательно покупаем вещи в большем размере или в оверсайзе. Потому что когда мы надеваем, допустим, не знаю, надела девушка рубашку, и вот она облегает ей руки, облегает грудь еще, может чуть-чуть расходиться, или животик, это значит, что вещи чуть-чуть маловато, и вот ощущение создается, что вот была вещь нормального размера, а ты поправилась. Знаете, многие девушки приходят в магазин и покупают джинсы на похудею. Да. Я вот сейчас... Я думаю, не только джинсы, вообще массу одежды покупается. Вот сейчас, конечно, не очень, но я похудею, и будет хорошо. Будет, да. И когда наступает этот момент, в лучшем случае, когда-то он наступает, неизвестно когда, а чаще всего он не наступает вообще, и мы там идем дальше по размерной сетке. Так вот, купи вещь себе по размеру, либо большего размера, и кайфуй, наслаждайся, как ты выглядишь здесь и сейчас. Когда похудеешь, ты уже не захочешь эти джинсы носить, точнее, то, что ты купила. Ты захочешь купить себе новую одежду, потому что тебе важно показать себе и всему миру, что вот, я похудела, смотрите на меня. А оверсайз по-прежнему в моде? Конечно. Ой, это очень удобно. Мы точно не откажемся от оверсайза. Это классно. То есть как кроссовки плотно вошли в нашу жизнь, потому что это комфортно и удобно. Так же и оверсайз. Конечно. На долгие годы можем на него рассчитывать. Спокойно можно брать. Что вы наблюдаете по вашим клиенткам относительно аксессуаров? Насколько женщины понимают в этой теме, и насколько они понимают, что это тоже может подчеркнуть, что какой-то набор базовый тоже должен присутствовать? Определенно должен быть. Но, к сожалению, не все умеют еще подбирать украшения, подбирать сумки, подбирать ремни. Для многих это что-то такое... О, боже! А как это? Я не умею, поэтому ничего носить не буду. Я до того, как стала стилистом, я тоже не особо пользовалась аксессуарами. У меня все мои украшения, это были маленькие сережечки, тоненькие цепочки, и они лежали в такой вот шкатулке. Они вот так вот там все скрутились уже в единый какой-то организм. Оттуда ничего обычного не осталось, поэтому я ничего не носила, потому что надо потратить два часа, чтобы это все дело распутать. Поэтому, как я только начала собственности изучать, я думаю, есть аксессуары, есть сережки, есть кольца, в общем, есть все, и это можно использовать. Это отдельная статья расходов, но это статья расходов, которая действительно круто помогает оживить любой гардероб. Ну, согласитесь, не будешь каждую неделю идти и покупать какую-то себе новую вещь, новую футболку, новую рубашку, новое платье. А вот аксессуары, это более бюджетная такая история, Да, это недорого, потому что это... Относительно одежды 100%. Да-да-да, именно вот если мы сравниваем одежду и аксессуары, новый аксессуар может стоить совсем, так сказать, недорого, но при этом... Оживить просто недорого. Дать вообще новую жизнь каким-то твоим старым вещам. Я сегодня неспроста в таких серёжках, потому что они в образе читаются. Я, как можно заметить, тоже. Да, но мы готовимся к Новому году, поэтому это блестящее настроение, хочется его очень часто носить. Уже заражать всех, да? Но я, кстати, радуюсь, что сейчас стразы ассоциируются уже не только с Новым годом, а их спокойно можно носить в повседневной жизни и на вечерние мероприятия, не только на Новый год, но и там в течение года, и просто в повседневной жизни тоже можно носить. В общем, аксессуары действительно надо подбирать с умом, но главное не бояться, потому что многие женщины боятся экспериментировать в принципе. Ну, то есть я вот привыкла носить джинсы с кофточкой, и всё. Дальше, а вот что-то такое вот другое я не буду пробовать. Начните с аксессуаров, начните с украшений. Это всегда проще, и это действительно может вдохнуть новую жизнь в ваш кардероб. Давайте ещё коснёмся такой темы, как вы стали мамой не так давно. У вас всего-то 8 месяцев вашему новорожденному чуду. Ваш эксперимент, ещё один, заключался в том, что вы в течение беременности не покупали одежду для беременных. Почему? Тут две такие... Можно рассказывать про глобальную цель, о том, что я хотела доказать всем, что возможно. Но на самом деле всё очень плохо на рынке вещей для беременных. Я с вами согласна. Дважды была беременна, дважды очень мучилась и думала, ну почему, почему это в этот период? Всё такое неинтересное. Очень неинтересное. Даже, прямо бы я сказала, уродующая женщина. Ну то есть почему-то женщина сразу стала превращаться в какой-то, не знаю, какой-то колобок без нотки сексуальности, без нотки женственности, без нотки элегантности. Ну то есть какие-то безразмерные вещи, джинсы на резинках, и вообще непонятно что. Я так поглядела чуть-чуть на эти вещи, думаю, нет, я даже смотреть туда не буду. Я действительно практически не покупала себе вещи, потому что вещи, которые я носила до беременности, я носила их и во время беременности. Благодаря оверсайзу. Да, и ношу сейчас до сих пор. Ну свободные рубашки оверсайзные, они хорошо налезали на живот. Трикотажные платья тоже классно. Я даже умудрялась носить джинсы, потому что джинсы – это самая боль. Все у меня всегда спрашивали о том, ну как джинсы же, это же плотная ткань, они не застёгиваются. У меня был лайфхак, да, там месяца шестого-седьмого. Я не застёгивала ширинку, привязала такую резиночку на пуговку, и вот она как бы так сходилась, сверху я надевала что-то там, футболку, либо джемпер, который скрывал это всё. А потом, когда стала я совсем большая, и уже резиночка стала перетягивать, и было некомфортно, я, честно, подсмотрела в интернете этот лайфхак. В общем, есть такие топы. Вот просто как вот полоса ткани. Да. Вот я купила такую ткань, она стоит на 200 рублей. И, значит, я надеваю джинсы, сверху натягиваю вот эту вот штуку. Это прикольно, стоит 200 рублей, но позволяло мне до последнего вообще ходить в этих джинсах. Как много было отклика на то, что вы вот такой эксперимент производили, тем более, что в YouTube это выкладывали. Ну, это было прикольно, потому что сначала все спрашивали, как, как? Ну, то есть я не раскрывала секрет, дуржала, интригу. Да как вы носите? Потом я раскрыла секрет, естественно, пошли комментарии из серии «О, боже, классно!» А вторая серия, ну, это всё фигня. Вот сейчас вы пойдёте, у вас исползёт, сидеть неудобно. Ну, короче, эксперты, которые уже всё, естественно, попробовали, конечно же, все лайфхаки, и сразу скажут, почему нет. Многие женщины так себя и ограничивают, потому что я знаю, почему это мне не подойдёт. Это касается не только беременности, а в целом. Я знаю, почему нет, поэтому пробовать не буду. Собственно, я ходила реально так, ничего не сползала, ничего не мешалось. Слушайте, вот важную тему вы ещё затронули. Мне кажется, это моё собственное открытие было в течение, благодаря тому, что у меня есть стилисты, потому что когда у тебя много съёмок, тебе привозят одежду какую-то, надо быстро выбрать эти образы и так далее. И у меня бывало такое частенько, что я взяла на вооружение для себя и в жизни, что мне привозили что-то, я смотрела на вешалки и думала, нет, ну это меня вообще, я такое, нет, я такое не беру никогда, ничего. Но тебя стилист уговаривает, попробуй надень, ты надеваешь и говоришь, боже мой, я вот так в этом выгляжу. Насколько часто такие откровения и можно ли сделать вывод, что ты возьми и померяй обязательно какую-то вещь на себя? Я стараюсь это всем сказать. Я в последнее время очень часто в соцсетях про это говорю, потому что женщины себе запрещают. Вот знаете, история про то, что богатые постоянно учатся, а бедные сами всё знают. И вот женщины, у которых какая-то беда со стилем, вот что-то им не нравится, потому что если уже подписаны на стилисты, значит, ну что-то в своём стиле не так, хочется какие-то идеи подчеркнуть. Вот что бы ты им ни показала, им всегда они знают, что им не подходит. Пробовать нужно, вот прям выделить себе для этого время. Я хочу поменять свой стиль, что я должна сделать? Вот просто пойди и попробуй, перемерь новые вещи в магазине, которые ты никогда не пробовала, и 100% что-то подойдёт. Просто заставь себя. Вот ты говоришь, мне это не очень нравится, возьми. Возьми попробуй. Вдруг ты чего-то про себя такое узнаешь, да? Да, 100%. Про то, что чёрная стронит, белая полнит. Правда? Ну, когда как. Тут тоже такая история. Просто в вашем картирубе довольно много белого. Очень люблю белое. Да, а при том, что фигура, что называется, вот не то... Немодельная. Да, немодельная то, что называется. Ну, то, у которой 99% женщин, да. Да, потому что первостепенно не цвет, а силуэт и ткань. Вот если силуэт и ткань подобран верно, то неважно, какой цвет, белый, бежевый, зелёный, красный и так далее. Поэтому женщины, не бойтесь носить цвет. Светлая, тем более-то, дорого всегда выглядит. Вот, да. Все бежевые, светлые оттенки, бежевые, белые и так далее, они... Ха, мы можем видеть, я это обожаю, да. Но и правда, это фактически нет женщин, которым бы это не шло. Я хотела ещё спросить вас, как вы чувствуете, есть ли такая беда, что женщины после определённого возраста у нас себе ставят ещё большее ограничение, чем... Да? Ой, эта история... Мне лет... Можно подставить абсолютно любую цифру, поэтому мне нельзя носить. После 30 нельзя мини, после 40, я не знаю, нельзя худи, после 50 так вообще надевай балахон, да, и лежи вот так вот больше тебе. Всё в голове. И самое главное, вот если ты себе нравишься, то ты можешь носить всё, что угодно. И мини в 55, и худи в 60, неважно. Вот главное вот это почувствовать. Важно найти свой персональный стиль, который будет отражать тебя. Я за то, чтобы не просто подбирать модную одежду, правильную одежду, я за то, чтобы подбирать одежду, которая отражает наше внутреннее состояние. Если я дерзкая внутри, я буду выглядеть дерзко. Если я милая внутри, то я буду выглядеть мило. Вот это вот самое главное. И то, как ты себя чувствуешь в разные эпохи свои, так скажем, так и должна ты выглядеть. Ты можешь, не знаю, всю жизнь носить длинные платья, а потом в 55 тебе что-то стрельнуло в голову, и я хочу носить мини. Вот я, кстати, начала носить мини не так давно, прям пару лет назад. Я себе реально запрещала. Сначала я не умела их носить, потом мне казалось, что мне это не идёт, потом я думала, что мне это нельзя носить, потому что у меня активные бёдра большие. А потом такая, да блин, нет, не хочу. Не хочу, чтобы меня кто-то ограничил, кто-то там сказал, что мне это нельзя. И просто нашла свою длину мини, она чуть-чуть подлиннее, чем надо, и всё, я чувствую себя в нём классно и круто. И мне нравится. Да, периодически приходят комментарии о том, что вам что, можно носить, нельзя такое носить уже, уже всё, уже всё. Я говорю, нет, нет, я хочу. А вот вы замечательно сейчас комментировали, что как вы себя чувствуете внутри, так и выглядите. А как это понять? Вот когда к вам приходят клиентки, с которыми вы работаете, вы расспрашиваете человека прямо настолько глубоко, это почти психологический сеанс? Да, так и есть на самом деле, потому что я за глубину, я не за то, чтобы подобрать как надо и как можно, как правильно. Это можно всегда. К сожалению, часть стилистов так и работает. Но потом ты приходишь к клиенту, который поработал так со стилистом, и что? Там висят вещи в гардеробе, которые ещё с бирочками, которые вот мне стилист подобрал, но я, к сожалению, не ношу, что-то тут никак. Почему? Потому что ни глубина не затронута, что на самом деле хочет женщина. Женщина может прийти и сказать, я хочу модно выглядеть, стильно выглядеть. А ты как стилист думаешь, и что? Можно же по-разному модный стиль надеть. А что на самом деле ты хочешь? Какой ты хочешь быть? Ты хочешь быть элегантной, ты хочешь быть сексуальной, ты хочешь производить впечатление уверенность в себе, или ты хочешь быть милой. Какой ты хочешь видеть себя, какой ты хочешь производить впечатление? Вот эта глубина очень-очень важна, потому что когда ты докапываешься для человека часто для самого открытия, ну, что действительно он хочет, и тогда проще удовлетворить этот самый запрос. Очень-очень интересная тема, что совсем не то должно быть, что, так сказать, вот общепринято, а что ты тоже, так сказать, с чем ты сочетаешься. Что касается себя, я могу сказать, что вот я, бывает, что какая-то мода приходит, и я её просто игнорирую, потому что мне это не идёт. Ну, мне не нравится. Это вот ко мне никак неприменимо. Но мода обычно не на что-то одно приходит, и так из этого наборчика я говорю, о, а вот это интересная какая-то деталь, вот это я возьму. Есть же слепое исследование моды, когда вот если уж пришлось, то надо, чтобы всё это было в гардеробе. Ну да, тут опять же вопрос к запросу, что я хочу. Можно ли любой абсолютно тренд, который сейчас есть, адаптировать? Адаптировать под свою жизнь. То есть мы много часто смотрим, приходил какой-то тренд. Кожа, допустим, в Total Look. Да, сейчас великолепная история в том, что это эко-кожа, которая делается просто вот так, поэтому таких вещей стало невероятно много. И ты думаешь, ну кто вообще-то может надеть? В этом жарко, на улице в этом холодно, это некомфортно. Ну, короче, куча ограничений. Но как это можно адаптировать под свою жизнь? Ты просто берёшь, не знаю, одну вещь из эко-кожи, допустим, жакет. В нём, кстати, зимой классно, потому что он не продувается. Да-да-да, это очень отличная вещь, да. Да. И бац, и одну вещь добавила. Либо это, допустим, какой-нибудь тренч кожный, тоже практически Total Look. Но это вещь, которая вполне себе в гардеробе допустима. И можно любую, абсолютно любой тренд адаптировать под себя. Но, естественно, не всегда это нужно. Допустим, вот сейчас тренд на полупрозрачной ткани есть. Значит ли это, что нужно всем полупрозрачной ткани надевать? Конечно же нет. Но адаптировать можно как? Взять, не знаю, какую-нибудь кофточку, где есть вставочка из сетки. Такая аккуратная, ни к чему не обязывающая. Тренд, тренд. Жизненный, жизненный. Ну, то есть, можно вот с умом подойти. Стилисты в этом помогают очень сильно. Что сейчас у нас самое такое? Писк-писк. Писк-писк. Стразы. Стразы. Длина Макси, кстати. Я открыла для себя, на удивление, длину Макси. Она вот с лета прям супер-супер популярна, потому что это здорово. Силуэт вытягивает. У кого рост невысокий, или кто, в принципе, хочет казаться выше. Вот у меня средний рост, 168, но мне иногда хочется визуально казаться. И вот длина Макси – это классная история. В платьях, в юбках, в пальто, в шубах. Ну, прям круто. Кстати, для Нового года это прям супер подходит. Это мы же к Новому году подгребем отдельно. Что-нибудь еще новенькое такое прибежало ли к нам? Вот сейчас, кстати, с тренда стали такие долгоиграющие. Вот у Версайз же с нами не первый год, а не второй, но уже прям очень давно, да. Длина Макси тоже, в принципе, тоже стала базой, и можно ее спокойно носить долгое время. Стразы тоже были актуальны. В прошлом году сейчас тоже. Перья тоже остаются все еще популярные, и это простой способ. Любой образ сделать чуть более праздничным, чуть более эффектным. Вот, кстати, тренд классный есть на перчатке. Перчатки, ну, для многих это просто аксессуар для того, чтобы выйти на улицу. Но перчатки – это аксессуар, который можно сделать, можно добавить в образ, чтобы сделать его чуть более интересным. Допустим, кожаные перчатки ты надеваешь с каким-нибудь вечерним платьем и куда-то там в театр или в ресторан ты идешь. Ну, конечно, это не всегда практично, но выглядит очень эффектно. Или, допустим, перчаточки такие вот полупрозрачные, как вот капроновые или юпюровые такие, тоже смотрятся очень дорого, элегантно, эффектно, необычно, не у всех эта история есть. Ну, можно их использовать для вечерних образов в грядущий Новый год тоже 100%. Кстати, сейчас популярны очень сильно трикотажные костюмы с юбкой. Вот как-то у нас были платья очень сильно популярны, потом брючные костюмы, брюки имеются в виду какой-то верх, а сейчас в этом году очень популярны вот с юбками. Особенно если юбка в длине макси, это прям классно. И это очень уютно смотрится, очень женственно, очень элегантно, тепло. И плюс, если это костюм, можно будет потом их носить раздельно. Юбку отдельно, а верх отдельно. В связи с тем, что у нас такое огромное количество брендов два года назад начали покидать наш рынок, у нас очень развиваются российские производители. Лично на меня они производят просто невероятное впечатление. Мне кажется, это наше огромное везение, что у нас отъехало большое количество брендов, и у наших ребят появилась какая-то возможность. Что скажете вы? Я очень люблю российские бренды, правда. Во-первых, стали вообще, в принципе, обычные женщины обращаться к российским брендам в том числе, и от этого стали выглядеть чуть-чуть по-другому, потому что брендов много. Кто-то выбирает для себя один бренд, кто-то выбирает другой, и получается, нет вот этих вот историй, что все в одном и том же ходят, как было раньше. И я на самом деле очень сильно люблю, как шьют наши российские производители, потому что я полгода прожила в Аргентине, а там, честно, беда, и местные производители шьют, но вот прям не очень. Качество плохое, и силуэты какие-то странные, и я реально, пока жила там, я очень скучала по российским производителям, потому что модно, современно, достаточно доступно, классные ткани, хорошая посадка, хороший силуэт. Слава богу, научились шить не только на XS и ES, а на нормальный размер. Много сейчас брендов российских плюс-сайз для девушек, до 62-го, до 64-го размера, ну, действительно, позиционируют себя бренды так, что любая женщина в любом весе может выглядеть классно. Шьют для них эту модную современную одежду, а не только какие-то там бабушкины наряды. Поэтому я прям большой респект, поддерживаю очень сильно российские бренды, пользуюсь ими, своим клиентам предлагаю, большие молодцы. Я с вами совершенно согласна, тоже их огромное количество, поэтому не будем их как-то особо выделять кого-то отдельно, но я просто в восхищении и в очень большой степени переключилась на эти бренды, и просто листаю каждый раз их в новой коллекции, и что-то время от времени закупаю там и обновляю таким образом свой гардероб. Давайте подойдём, наконец, к теме формы, понимания силуэта и так далее. Это очень связано непосредственно с типами фигур, которые, как я, если верно помню, ещё из своего вообще юности, детства, что это, значит, была женщина-фигура груша, треугольник, яблоко, прямоугольник, песочные часы. Но это песочные часы – это то, о чём мечтают все женщины на свете. Это идеал, это то самое совершенство, которым можно быть, даже если у тебя плюс-сайз, то ты, значит, всё равно как гитара или как песочные часы. Давайте поговорим о каждом этом типе. Может быть, какие-то самые общие рекомендации, что можно сказать? Да. Во-первых, первое, что хочу сказать, вот кто-то всё время стремится о том, что вот у меня плохая фигура, а я хочу быть теми самыми песочными часами. Но на самом деле в каждой фигуре есть сильные стороны, на которые стоит делать акцент. Есть какие-то нюансы, которые можно корректировать, но самое главное – это увидеть свои сильные стороны. Давайте вот про сильные стороны каждого типа фигуры. Давайте. Допустим, песочные часы – идеал, который на самом деле не существует, но тем не менее. Почему считается идеалом? Потому что это женская фигура, это пропорциональность вверх и вниз у нас есть. У нас выраженная талия, это всегда про женственность как раз. Тип фигуры груши – это, кстати, мой тип фигуры, которые у многих женщин вызывают просто слёзы, о том, что… Отчаяния. Да. Ну почему, почему мне не повезло, почему у меня такая большая попа, почему у меня такие большие бёдра, вот остальным-то повезло. Сильные стороны у груши – это хрупкие плечи, это хрупкий верх. Особенно важно понимать, что даже если ты набираешь вес, вот здесь поправляется в самую последнюю очередь. И это круто. И важно делать акценты там, показывать шею, показывать декольте, показывать стройные руки. И я всегда говорю о том, что стройность – это не в сравнении с кем-то там, это в сравнении с самой собой. Поэтому стройные руки – пропорция к телу. Ну то есть, если, допустим, попа у тебя большая, то ручки и плечики у тебя стройные. Делайте акцент на этом. Открывайте шею, открывайте там плечи, открывайте декольте, это всегда будет привлекать внимание. И, конечно же, талия. Талия – это тоже классная история, потому что всегда подчеркивая талию, ты будешь выглядеть, ну так, чуть более хрупкой и чуть более аккуратной. Прямоугольник. Прямоугольник, кстати, тип фигуры моделей, потому что чаще всего модели у нас прямоугольные типы фигуры, а не с формами песочных часов. И большинство производителей в мире в целом шьют чаще всего на тип фигуры прямоугольник. Ну, потому что это удобно, как бы тут не надо талию никакой обозначать. Можно спокойно выбрать себе одежду в магазине, и она 100% на тебя сядет, потому что большинство шьют на прямоугольник. Сильная сторона пропорциональность, тебе не нужно там где-то добавлять, где-то убавлять, всё смотрится всегда хорошо. Перевёрнутый треугольник, где широкие плечи. Многие девушки переживают о том, что вот я как пловчиха с большими широкими плечами. Но вместе с этими широкими плечами у тебя что? У тебя узкие бёдра, у тебя аккуратные ножки в пропорциях тела. Делай на них акцент. Надевай там, не знаю, юбки с разрезами, показывай свои длинные красивые ноги. Показывай их за счёт длины мини, короткие шорты, короткие юбки. Это тоже классно. У яблока, кстати, такая же история, потому что девушки яблоко тоже очень сильно переживают о том, что вот талии у меня нет. Как её нарисовать, если у меня широкая талия? Типа фигуры яблока, если здесь такой более активный верх, то ноги в пропорциях тела всегда стройные. Как бы ты ни набирала, ноги будут стройные. Опять же, не в сравнении с кем-то, а в сравнении с самой собой. Тут тоже мини приходит на помощь, ски не может носить, как раз этому типу фигуры облегать свои ножки. Поэтому делайте акцент на чём-то, на чём-то, на сильной стороне вашей фигуры, тогда всё будет классно. Слушайте, вот в вашем рассказе это у меня повозникла полная ассоциация с тем, как вы рассказывали, как вам посоветовал муж обращать внимание на кейтеров и на тех, кто вас поддерживает. С 100 комментариев будет. 50 хороших, 50 плохих. Вопрос на том, на чём ты делаешь акцент. В нашей фигуре 100% у каждой женщины есть достоинства и недостатки. Вопрос в том, на чём ты делаешь сама для себя акцент. Ты можешь смотреть бесконечно на себя в зеркало и говорить, какая же у меня огромная попа, а можешь говорить, какие же у меня прекрасные, хрупкие плечи, очаровательно длинная шея, худенькая мордочка всегда принял их обстоятельства. И так далее, и так далее. Или вот у меня крупные плечи, но смотреть я буду на свои фантастически стройные ножки. Было ещё такое соображение, когда-то, я помню, в былые времена ещё не такого сильно развитого направления стилиста, непререкаемое правило, что вот обувь и сумка – это должно быть как-то супердорого, качественно, роскошно. На это типа тратим деньги большие, а вот всё, что в промежутке, это можно заполнять более дешёвыми тканями и так далее. Что скажете вы? Ну, на самом деле, сейчас есть такое же мнение, в принципе, оно бытует, но я бы сейчас перефразировала, на то, чтобы они должны быть дорогими, они должны выглядеть дорого. Потому что неважно, сколько вещь стоит, она может стоить недорого, но выглядеть классно и произвести впечатление. То есть это по-прежнему правило рабочее. 100% работает, да. Что если у тебя есть качественные ботинки у мужчин или у женщин, туфли и сумка, то всё остальное… Подтянется. Подтянется и удорожится, условно говоря, этими деталями. Работает, работает. Понятно. Это как бы лайфхак, чтобы сэкономить. Вот есть ещё такая тема, которая очень сильно развита, и в том числе в социальных сетях, и в интернете, относительно того, что есть какой-то тип твой, типаж какой-то соответствующий времени года, женщина осень, женщина весна, женщина лето и так далее. Что вы скажете на эту тип тему? Я не работаю по этой методологии. Почему? А вообще, насколько она верна, как вам кажется? Она очень сильно ограничивает наших женщин. Вот оттуда же вопросы, а что мне можно носить, а что мне нельзя, и это очень сильно развивает тревожность женщин. Потому что когда мы, как стилисты, определяем какой-то типаж и говорим, что у вас есть только определённый набор вещей, или цветов, которые вы можете носить, женщина приходит сама в магазин, и у неё паника, потому что она не видит точно таких же вещей рекомендованных или точно таких же цветов. И что ей можно, и что ей покупать нельзя, она не понимает. Ну, то есть у неё стресс, и она берёт опять привычную джинсикую кофточку, и в итоге ничего у неё в жизни не меняется. Я за то, что в стиле нет правил, в стиле есть рекомендации. Вот есть рекомендации, которые будут работать лучше, есть рекомендации, которые работают хуже. Поэтому я против ограничений, можно носить всем всё. Даже, не знаю, даже типа фигуры груши можно носить какую-то вещь, которая увеличивает бёдра, если ты от своих бёдер кайфуешь. Вот я от своих бёдер уже кайфую, и стиль мне в этом помог. Потому что раньше мне казалось это недостатком, сейчас я считаю своей особенностью. Я могу их ещё, визуально ещё сделать больше, потому что на фоне моих активных бёдер моя талия и мои плечи станут ещё уже. То же самое касается цветов, то же самое касается одежды. А стиль – это способ самовыражения всё-таки. Если я хочу, если мне косухи, допустим, ну никак не идут к моему типажу, но я в них чувствую себя прям круто, классно, почему я должна не носить их? Конечно же, я их буду носить. А вообще вот этот бодипозитив, как вам кажется, который набирает какие-то обороты в мире в том числе, с одной стороны такое расслабление, но с другой стороны есть опасение, что ну да, это размывает вообще понимание, тогда на что равняться. Человек всегда расслаблен, но всегда доволен тем, что есть, ему не к чему стремиться. Слишком хорошо. Да, всё слишком хорошо, да. Что вы думаете на этот счёт? Я на самом деле думаю, что бодипозитив, в хорошем понимании, это прекрасно. И это, кстати, когда ты любишь себя, бодипозитив – это же по принятию себя, что я люблю себя здесь и сейчас. Да, в любом весе, в любой фигуре, когда ты говоришь, да, вот я очень-очень толстый, но я худеть не буду, потому что я всё такое люблю. Но тут история не про то, что я худеть не буду, а то, что я люблю себя не потому, что я с какими-то определёнными цифрами на весах, а потому, что вот я есть красивая, классная, улыбающаяся. И когда ты себя любишь, твоё похудение, вот лично на моём опыте, проходит более экологично. Когда ты худеешь не из ненависти к себе, потому что я не люблю свою жирную, там, не знаю что, а я люблю себя, ну, и поэтому я хочу сделать себя чуть-чуть, чуть-чуть стройнее. Поэтому я не говорю про то, что бодипозитив – это значит, что ты себя запускаешь. Ну, я сейчас, смотрите, я конкретизирую, потому что мы можем смотреть вот мировые обложки, как бы, да, или там истории, через которые проходят многие бренды, когда они начали, так сказать, в себя становиться более такими лояльными и так далее, и так далее. И когда вот постепенно, значит, вот эта знаменитая история с Викторией Сикрет, да, которые были ангелы, на которых собирались смотреть, и они сказали, не, вот мы теперь принимаем всех. У них пошли модели нестандартные, модели, включая там, на инвалидных колясках, и как-то поубавился интерес к бренду. Ну и в целом, ну действительно же должен быть у человека какой-то идеал. Да, надо понимать, что это один процент таких, ну как бы, ну вот можно же стремиться к чему-то, или как? Ну, суть в том, что идеал это не существует. Для каждого идеал свой. Вот для меня идеал это там кто-то один, для вас идеал это кто-то другой. И если мы как-то всех заставляем двигаться к одному единственному идеалу, только там модельная женщина высокая, с ростом метр восемьдесят, то это опять рамки. Рамки, которые развивают тревожность, которые показывают ещё раз, что ты какая-то не такая и так далее. Ну, честно, плевать, вот женщины в модельной фигуре, в модельной внешности, они прекрасные, у них всё хорошо. Но и у меня здесь, сейчас тоже всё хорошо. Поэтому я бы хотела стремиться к своему собственному идеалу, вот к самой себе. в отношении к самой собой. Понятно, что женщин, сколько женщин, столько и гардеробов, и подбора этого гардеробов, но я думаю, что поскольку вы их время от времени разбираете, можем ли мы сказать какие-то обобщённые рекомендации, вот если бы женщина сказала, я готова, вот почистить, и мы говорим, что точно надо выбросить, и что точно задержалось в гардеробах наших женщин. Точно задержались в гардеробах женщины вещи морально устаревшие, которые носили лет 5-10 назад, может, 15-20, которые женщины хранят из серии «Вот я сейчас похудею и их надену», либо «Ну, мода же циклична, значит, я их снова надену». Но факт в том, что мода циклична, действительно, тренды повторяются сейчас у нас в трендах 2000-е, но они приходят переосмысленные. Поэтому те вещи, которые мы носили 10 лет назад, можно спокойно от них избавляться. Ну, вот, наверное, моё категоричное нет. То, что бы я точно рекомендовала убрать из гардеробов, это такие туфли с платформой под подносной частью и узеньким каблучком. Такие вот, типа, лобутены. Да, лобутены, лобутены. Да, ну, или похожая на них история. Вот многие думают, что сейчас же вернулась мода на платформу, но вернулась, она переосмыслена. Но с платформы есть под носом и широкий каблук. А вот узкий каблук с платформы – это уже такая себе история. Поэтому вот это точно можно спокойно выбросить. Ну, и джинсы скини, как я поняла, так не особо всем подходит. Ну, я тоже не буду категоричнее, потому что можно адаптировать, при желании, можно адаптировать. И даже для типа фигуры яблока подходят скини, их можно носить. Я просто за то, чтобы не покупать новые скини. Вот новые не покупать. А так, если в гардеробе есть, если вы себе в них нравитесь, носите, пожалуйста. Моя бабушка, при том, что это было время, когда очень были люди сдержаны в средствах, и было очень мало денег и тратили на гардероб, совсем мало, она придерживалась и научила этому мою маму, а мама научила меня. Такой точки зрения она говорила, что если ты год какую-то вещь не носишь, значит, есть какие-то причины, которые ты не успеваешь осознать, что что-то тебе в ней неудобно, или что-то тебе в ней… Ты некомфортно себя чувствуешь, или она тебе чуть-чуть маловато, или тебе не очень… Ну, или она тебе не очень нравится, как она тебе сидит. Эту вещь надо отдать. Сто процентов бабушка просто истину говорила, и это на самом деле круто, это на самом деле работает до сих пор, потому что мы храним вещи, ну, вроде бы она есть, вроде бы её жалко выкинуть, она же есть. Она качественная, хорошая, да-да-да. Я за неё столько денег заплатила, ну, как от неё избавиться? Но она занимает место, и в нашем мозгу как происходит? Я подхожу в гардеробу и вижу полный шкаф вещей. У меня нет места купить новые вещи. Ну, зачем мне покупать? У меня и так гардероб полный. Или муж там посмотрит, у тебя и так весь шкаф в вещах. Да, это вот ровно то, почему шкаф полный надо надеть нечем. Да-да-да. А ты надеваешь всё одно и то же, у тебя ещё это обычно на стульчике так лежит, гардероб висит красивый, а всё это на стульчике, потому что я каждый день это надеваю. Поэтому убирайте действительно вещи. Для начала их можно складывать, не знаю, какую-нибудь в коробку, куда-нибудь в дальний шкаф, в антресолечку, в пакетик, чтобы просто не мозолило это глаза или ещё полгода не вспомните про эту вещь, спокойно её можно перепродать, можно сдать на переработку, можно перешить, можно подарить кому-нибудь разные варианты. Знаете, вот вещь, она лежит и грустит, а она могла бы кому-то приносить пользу. Так она просто мёртвым грузом висит, занимает место, и толку от неё никакого. Наконец, перед тем, как перейдём к Новому году, хотел бы узнать вот что. Когда в нашу жизнь вошёл спортивный стиль, стал занимать так много места и разрастаться всё больше и больше, я заметила, что практически кроссовки начали вытеснять любую другую обувь, особенно у молодёжи. Насколько эта тенденция сохраняется и насколько она правильная, не ограничивает ли она молодых людей тоже по-своему? Мне кажется, наоборот, удобство и комфорт это даёт нам свободу, потому что ты не заморачиваешься о том, что там тебе что-то жмёт, что-то трёт, что ты можешь сделать много дел, потому что сейчас же очень такой быстрый ритм жизни, он ещё и ещё бы набирает обороты, и вот чем больше ты успеваешь, тем вроде как ты продуктивнее. И как раз удобная одежда и обувь, она в этом помогает. Другая сторона этого, то, что женщины часто перестали чувствовать себя женщинами, и вот эта вот история как будто бы сравнялась, мужчины и женщины, как бы вот просто все люди, и это с одной стороны классно, а с другой стороны иногда вот этого не хватает. Поэтому здесь важно, чтобы в гардеробе были не только кроссовки, а ещё вот какие-нибудь, не знаю, лодочки или каблучки, чтобы когда ты захочешь почувствовать себя женщиной, ты просто надеваешь, даже просто стоя перед зеркалом, ты вот могла это почувствовать. Это комфортно, это классно, и в определённых случаях, когда вот у тебя есть на этот запрос, ты надеваешь. Обязательно, да. Мне тоже кажется, что значит, это тоже заужение, просто я вижу, что некоторые молодые девочки даже не очень умеют надеть. Они говорят каблук, и дальше просто смотрю, заваливаются. Думаю, а как так-то, подожди, это же должно было быть время с подросткового возраста, чтобы ты хотя бы разочек надевал и училась себя чувствовать как-то по-особенному и на каблуках тоже. Ну что, перейдём тогда к новогодним лукам. Прежде чем мы начнём смотреть непосредственно образы, которые вы для нас подготовили, за что мы благодарны, давайте вот чего коснёмся. Есть такая тенденция у женщин, что перед Новым годом они идут искать себе какой-то наряд и в результате покупают нечто, что они надевают только один раз и больше никогда не надевают, потому что, а куда это, а для чего это, и потраченные деньги, и, в общем, не радость, а грусть. Да. Что делать с этим? С сожалению, так и есть. Ой, во-первых, с умом подойти в гардеробу, я вот собрала вещи, собрала образы, которые, в принципе, может реализовать, попробовать реализовать каждая женщина. И я за то, если ты покупаешь вещь, то покупать её вне времени, чтобы ты могла бы её адаптировать. Многие действительно покупают, потому что Новый год это такой торжественный праздник, стразы, перья, блёски, вот эта вся феерия, а потом вроде как событий в жизни таких нет, и тебе надеть некуда. Ну, максимум, ты, может, на свадьбу кому-то пойдёшь, и то это не случается не каждый год. Поэтому здесь как раз можно миксовать что-то повседневное, базовое, допустим, с чем-то эффектом, с какими-нибудь аксессуарами, и тогда эти аксессуары, они же менее дорогостоящие, их можно будет поменять на что-то другое и носить эти вещи в повседневной жизни. Ну что ж, посмотрим, давайте на ваши образы, которые вы для нас принесли, и обратим на них внимание вот вместе с вашими комментариями. Так, вот первый образ. Да, здесь я составила образ с белой футболкой, потому что, казалось бы, белая футболка – это про повседневку, но на Новый год тоже можно надеть, если добавить к ним брюки. Брюки со стразами, сейчас – это тренд, и их можно носить не только на Новый год. Точнее, не стразы, это пайетки. Потому что для многих пайетки – это прям новогодняя история, но если вот с футболкой или со свитером каким-нибудь, можно в пятницу вечером надеть в ресторан, в кино. Но я здесь добавила еще перчатки вот такие, сетчатые. Они стоят вообще недорого, можно купить на маркетплейсе, и это как раз такой вот интересный элемент, который футболку делает чуть более интересно. Ну и, конечно же, эффектные аксессуары, которые тоже дополняют. Это вот маленькие детали. Если разобрать этот образ на составляющие… Сейчас я еще разочек его запущу. Да, если разобрать этот образ на составляющие, то эти все вещи можно носить отдельно. Брюки в пайетках можно надеть со свитером. Футболку, ну, понятно, со всем. Сереги со стразами, ну… Вот они здесь, сейчас в кастинге. Да, туфли, ну, это лодочки обычные. А вот это вот перчатки, перчатки, ну, можно не надевать, так и быть, потратиться на них 500 рублей, но они вот дополняют… Они один раз сослужат службу и будут как-то эффектно дополнять твой образ. Ну, или потом с кем-нибудь платьем надеть тоже можно. Можно запросто, конечно. Так, отличная рекомендация. Переходим к следующему образу. Так, здесь у нас образ с черным жакетом, с черным пиджаком. В принципе, у большинства женщин какой-никакой пиджак есть. Может быть, он не черный, но я, собственно, с черным, потому что самый универсальный. Я его надела с мини-юбкой. Такая повседневная история. И за счет аксессуаров, опять же, образ становится новогодним. Здесь у меня капроновые носочки. Я их надела с босоножками. Можно надеть с туфлями, можно надеть с ботильонами. И на босоножках есть такая вот застежка со стразами. Можно купить какие-нибудь браслеты, которые на руку надевают, и надеть их туда, если, допустим, у вас нет прям конкретно таких босоножек. Ну, либо просто лодочки тоже здесь подойдут. Опять же, украшения, там, сережки со стразами или какие-нибудь перья, либо еще что-то более нарядное, они делают повседневный образ чуть более эффектным. Потому что если вот убрать вот эти вот нарядные детали, то это вполне себе повседневный образ. Но у вас там, как я понимаю, какой-то топ надет, да? Это обычный топ бра. Можно боди надеть, можно футболку, можно бельевой топ. Здесь, кстати, я в мини. Это не значит, что всем нужны мини. Здесь и миди, допустим, бельевая юбка в миди-варианте тоже бы отлично смотрелась. Так, переходим к третьему образу. Здесь образ новогодний с джинсами. Ну, джинсы точно есть у всех. У меня здесь голубые. Это вполне себе базовая история. К ним можно добавить эффектный топ. Эффектный топ – это все-таки не платье какое-то там роскошество, а его попроще купить. Но не обязательно должно быть суперновогодним, потому что такой топ можно надеть вполне себе там летом куда-нибудь, с брюками, с юбками и так далее. Вот добавила, опять же, аксессуары. У нас акцентная сумка, акцентное украшение. И все, образ стал поинтереснее. Потрясающе. Слушайте, топ действительно роскошный. Ну, то есть, вот это все тоже про то, что как решают детали. Что не надо полностью вбахивать все деньги в какое-то одно роскошное платье, а нужно брать какую-то одну яркую деталь, и дальше она может сочетаться с... Но у вас тем не менее много блестящего. В этот Новый год это сейчас снова актуально, как я понимаю. Конечно. Но мне кажется, каждый Новый год это про блеск, про феерию. Ну, это вот для многих женщин единственный день в году, когда вот можно оторваться. И то некоторые себе запрещают. Поэтому просто даже самый простой вариант, надеваешь что-то со стразами, сразу ты нарядная. И чувствуешь новогоднее настроение. Я все-таки за то, чтобы, если уж ты встречаешь Новый год, ну, там, компания, какой-то гость тебе пришли, ну, нарядись. Нарядись сама для себя. Не потому, что ты пошла куда-то там в какую-то красную дорожку, а вот просто сама для себя, просто чтобы почувствовать себя красивой. Да. То есть не стоит только на кухне наяривая оливье, а оставь себе некоторое количество времени на то, чтобы получить удовольствие, отразившись в зеркало в рост. Конечно. Которую ты приобретёшь до Нового года или в комплекте с новогодним нарядом и надень то, что тебе нравится. Да. И самое главное, что когда ты себя видишь красивой, ты улыбаешься, сразу начинаешь автоматически получать комплименты. Вот если муж не говорит комплименты, ты бы хоть очень хотела их получить. Просто надень то, что нравится тебе. Он увидит твои искрящиеся глаза, увидит твою улыбку и 100% это заметит. Лен, поскольку Новый год – это такой праздник, когда мы намечаем свои планы, так же, как мы всегда с понедельника начинаем худеть, или вообще любую новую жизнь мы начинаем с понедельника, с Нового года мы тоже планируем что-то начинать. Как вам кажется, вот женщина, которая по сию пору как-то не обращала внимания на свой гардероб, или там обращала, но только в негативном смысле, что носить нечего, а хотелось бы быть стильной, с чего начать? Начать первое, с чего я рекомендую, это, конечно же, с желания сформулировать его и разрешить себе. Ну, то есть, для чего мне? Не просто хочу побаловаться, не просто хочу что-то там сделать, а я действительно хочу. И пойти в магазин, ну, когда будет, не знаю, на новогодних каникулах время, когда вот никуда не торопясь, не бегом-бегом, и попробовать попримерять что-то новое для себя, то, что вы никогда не надевали. Попробовать по-разному посочетать вещи, попробовать поискать какую-то информацию в интернете о том, не знаю, пять советов, с чем сочетать рубашку и пойти это сделать. Вот какие-то простые действия, понятные, несложные, которые, возможно, вдохнут новую жизнь в ваш гардероб. Поэтому не бойтесь, пробуйте, дайте себе возможность поэкспериментировать, круто провести время, кайфануть от шоппинга, наконец-то, потому что шоппинг для многих это стресс. И я уверена, что это будет началом чего-то нового, возможно, даже в вашей новой жизни. Я вас благодарю, Лена. Спасибо большое за все ваши знания и за ваше настроение, потому что я думаю, что, может быть, для каких-то женщин было бы и странным, что вот именно в рубрике «Самопознание» я сделала программу про стиль. Но мне кажется, что вот именно то, как вы о нём рассказываете, то, как вы говорите, что вы хотите, чтобы женщина чувствовала себя счастливой вот в каждую минуту, вне зависимости от того, дошла ли она до своего идеала, который она в своей голове предполагает, или нет. Мне кажется, что это и есть главный эффект вот этого самопознания, который ты можешь получить и от стиля в том числе, что ты можешь быть счастливой и можешь получать удовольствие каждый день и от того, как ты выглядишь, отражаясь в зеркале. И это важная составляющая вот этого направления, которым вы занимаетесь стилем. Поэтому большое спасибо, что именно вы нам о нём рассказывали. Надеемся, мы вам были полезны и ваше настроение повысится, когда вы посмотрите этот выпуск. Ну а прощаемся и до новых встреч. Спасибо большое. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!